Всем привет! Сегодня 16 сентября. Я охотился днем с обеда, какие-то часов может быть с двух до полпятого. Приехал на знакомую речку. Здесь особо дрофеевки не ожидал встретить. Охотился с ружьем Вектор. Первая рыбка попалась, это щучка небольшая. Я по ней стрельнул, но не попал. На кадрах видно замедленный повтор. Щучка ушла. Но ничего страшного. Вода холодная. Уже охотился в костюме 10 мм. На скотке тоже 10 мм. Второй раз охотился в ластах Игоря Зырянова. Безразмерных. Очень удобно. Ласты, конечно, не для обычных подводных охотов в толще воды, а для нырков. Они тяжеловаты и жесткость в них подобрана именно для нырков, конкретно на яму нырять. Метров на 10 глубину. А толща воды плавать они немножко грубоваты. Можно, но по идее следовало бы сделать жесткость поменьше для таких подводных охот. Но на этот случай у меня есть ласты Лидерфинс, Софт. И они мягко работают, отрабатывают хорошо. Первая рыбка подлещик. Это уже где-то через час охоты. Час я плыл, ничего не мог увидеть такого, чтобы стрельнуть. Первая рыбка вышла из травы. Я подумал, ну, рожден надо протестировать и стрельнуть хотя бы что-то. Вдруг больше ничего не встречу. Потому что прозрачность воды оказалась метров 5-6. С такой прозрачной водой охотиться нереально. Потому что рыба тебя замечает с далека. И я очень много наблюдал мути воды. То есть сходов рыбы. Например, подплываешь не спеша, смотришь ты в оплакомуте. Проплываешь чуть дальше и рыбы нет. Соответственно, рыба тебя видит как бы издалека и стартует. И поэтому бассейн-подводная охота в такой речке, это еще то удовольствие. Течение сильное было. Ну, не слишком прям такое сильное, как на горных речках. Но относительно тех водоемов, в которых я охотюсь, здесь было течение сильное. И из-за этого очень устаешь. Подплыл я под одну крышу. Увидел тут стайку небольших подлещиков, таких до килограмма. Вот. Они меня увидели раньше и ушли. Я их догнать не смог. Стал отдохнуть. Поснимать природу чуть-чуть. Природа красивая. Еще зелени очень много. Осень только начинается. Через месяцок уже будет другая картинка. Уже будет листва опавшая. Поэтому любуемся последними красотами зелени летней. Ну вот щучка. Метки выстрела в голову. И она нейтрализована. Искал я ее долго и нашел. Не целился я ей в голову. Это просто так случайно получилось. Я целился где-то примерно в середину туловища. Либо ближе к голове. Но в середину тоже тела. А попал куда попал. В общем к ружью я еще не привык. Стреляет она специфически. Спуск здесь не такой мягкий. Как на ружье пеленгаз 70 сантиметров. Которого мы не вторываем. Но попадаю тоже. Щучка небольшая. Я показал, что типа так себе. Но пойдет. Вот стоит тоже щучка килложка. Или за килложка. Неплохая. Дождь пошел. Короче. И рыбка начала на дне ошиваться. И вот я в нее стрельнул. Вроде прицеливался. Не попал. Нету на векторе цельника. Как на пеленгазе. И непривычно мне. Это уже последняя щучка. Стрелял я ей в середину. А попал в голову. Потому что в зере 50 сантиметров подбрасывает. Но стрелял я ее там с приличного расстояния. Потому что прозрак большой. И не в упор к рыбе подхожу. А уже на таком расстоянии нормально. Ну и такую щучку взял. Тоже килложка. В конце видео вы посмотрите. Особо не ругайтесь. Там зоозащитники. И так далее. Всем привет. Сегодня 16 сентября. Пятница. У меня выходной. Я поохотился сегодня. Охотился с новым ружьем Вектор. 55 сантиметров. Вот. Значит. Самодельным гарпуном. Таитянского типа. Гарпун я переделал. Из самодельного пеленгасовского. Ну как переделал. Хозяйшая втулка подходит. Вот. Единственное. Я вот. На токарном станке мне точнули хвостовичок. Ну в принципе держится нормально. Ну ладно. В общем видел щуку уже напоследок. Перед тем как вылазить из воды. Хвост. Очень огромный показался. Я даже не знаю сколько там было килограмм в ней. Но минимум пятера. Это минимум. Но. Всю подводную охоту сегодня мне не везло. Попадались какие-то небольшие щучки. Один раз видел стайку подлещиков. Таких. До килограмма. Вот. Пару рыбок взял. На сковородку пойдет. И нормально. Завтра у меня опять выходной. Я работаю два через два. Завтра поплыву еще. Но уже с утра пораньше. Сегодня у меня получилось только после обеда. Выдалась возможность. Прийти на подводную охоту. Испытать еще раз ружье вектор. Первым боем была подводная охота с этим ружьем. Сейчас дневная. Мне показалось, что он немножечко подбрасывает. Может быть это я как-то не так стреляю. Не знаю. Но. С пеленгасом мне пока нравится больше стрелять. Пеленгасик вообще никогда не подводит. Это я решил. Купить себе вектор. Потому что. В связи с последними событиями. Которые уже длятся полгода. Скорее всего теперь пеленгасов, зелинок не будет. Либо будут проблемы, например, достать какие-то комплектующие. Запчасти необходимые. Поэтому было принято решение купить себе, попробовать вектора. Отечественный производитель. В городе Абинске Краснодарского края. Евгений Силкин делает эти ружья сам. Вот. Ружье красивое. Мне нравится. Значит. И плюс. Я его взял, потому что. Во-первых, оно стоит относительно недорого. Во-вторых. Здесь. Его разработка. Этого мастера. Цанга ВТЦ Поршня. Объяснить я не смогу, что это такое. Это только надо заходить в Ютуб и посмотреть, что такое Цанга на ружье Вектор. Ну и плюс, как бы, вероятность самострела минимальная. И типа можно закачивать до 35 килограмм. Это типа гарантированная закачка от самого мастера. То есть сам мастер, кто ружье делает, в документах к ружью указывает, что до 35 килограмм можно качать это ружье. В принципе, неплохо. Вот такие закачки бешеные нам не нужны. Вот так получилось по рыбке. Не густо, но и не пусто. Подлещик был первый. Я подумал, ну уже хоть как-нибудь стрельну. Чисто ради интереса. Думаю, попаду, не попаду. Прозрачность, кстати, была сначала плохая. А потом резко улучшилась. Под крышей я смотрел, видел метров 5-6. И вода идеальная вообще. Ну и таких вот пары щучек взял. Последнюю щуку, я не знаю, запечатлел выстрел или нет. Стрелял, короче, ей где-то за голову в холку, в хребет. И получилось так, что попал ей в клюв. Вот. Из-за этого я подумал, что ружье подбрасывает. Буду еще тестировать, смотреть. Может быть спуск тугой. Надо будет у мастера спросить. Может как-то надо спуск отрегулировать, чтобы он был более мягкий. Потому что чем туже спуск на ружье, тем больше у ружьё любого подброс. Так. Охотился с ластами мастера Игоря Зырянова. Очень удобная. Ногу вставил в 10-миллиметровом носке. Расшнуровал. Подшнуровал как мне надо. И спокойно оно застегивается. И плаваешь, но не ускальзывает ничего. Очень удобно. Поэтому кому нужны ласты для подводной охоты. Чтобы плавать осенью, зимой в теплых носках. 10-12 миллиметров. Либо в ботах. Вот рекомендую. Вариант хороший. Стоит недорого. 7 тысяч рублей. Ссылка на мастера в описании. Так что буду сейчас переодеваться. Надо за женой ехать. 5 часов. Сейчас уже 23 минуты. Где-то щука плюкается. Так что сейчас быстренько переодеваюсь. Мчу забирать жену. Всем, кто досмотрел видео до конца, спасибо. Пишите побольше комментариев. На все комментарии я отвечаю. Тех, кто пишет негативные комментарии, я баню. С недавних пор. Поэтому пишите только по делу. Разводить базар. У меня под видео не надо. Либо писать какой-то негатив. Потому что, когда просыпаешься утром, погода херовая, дождь. Заходишь читать комментарии. Там еще какую-нибудь ерунду пишут. Отдельные личности. И настроение вообще падает после этого. Поэтому, ребят, кто пишет гадости, буду банить. Извините. Но только так. А всем остальным адекватным, здоровым людям желаю почаще убираться на природу. Даже в такую погоду. Нырять. Заниматься любимым хобби. Получать удовольствие от рыбалки. Желаю всем здоровья, крепкого. Ни хвоста, ни чешуи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok